Уважаемые слушатели, прошу занять свои места. Начинаем следующую лекцию, которую нам представит профессор факультета гуманитарных наук Школы исторических наук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, профессор Российской академии наук Кирилл Андреевич Соловьев. Кирилл Андреевич, мы очень рады вас видеть в нашей исторической школе. Дорогие коллеги, давайте начнем. Здравствуйте. Я тоже очень рад возможности представить свое выступление. Если посмотреть программу наших с вами занятий, то мы с легкостью убедимся, что абсолютное большинство тем так или иначе связаны с современностью. Это история 20-го, а иногда даже 21-го века. Это то, что вот совсем рядом с нами. И вполне очевидно и понятно почему. Историку привычно рассуждать о том, что происходит и сейчас в том числе. Говоря о прошлом, мы отвечаем на вопросы, которые волнуют нас сейчас. И в этой связи возникает проблема. А может быть, 19-й век – это такая глубокая древность, которой не стоит специально заниматься. Я полагаю, что это не так. Я полагаю, что 19-й век в известном мире для нас еще не завершился. Мы еще не ответили на многие вопросы, которые он поставил перед всеми нами и Россией, и вообще, наверное, все человечество. Вот совсем недавно, в 2014 году, праздновался, ну, с рода юбилей, отмечали со 100 лет с начала Первой войны. И мы говорили, это забытая война. Совсем нет оказалось. Оказалось, что есть и семейные истории, есть собственные представления, и научные, и что еще, может быть, важнее, около научные, о том, что происходило в мире накануне и во время Первой войны. Прошло совсем немного времени. 2017 год и юбилей событий в России, революционных событий в России 1917 года. И тут, в общем-то, все предсказуемо. Та политизация, которая, в общем, была характерна для событий столетней дявности, почти возродилась. И разговоры приобретали невероятную актуальность и интерес. И отнюдь не только в России. Если я заикнулся бы, скажем, о столыпинских преобразованиях в аудитории российских исследователей, не только, полагая, что это вызвало бы такую политическую волну, и мы бы рассуждали, будто бы, о событиях вчерашнего дня. Иными словами, события длинного XIX века, которые завершаются в 1914 году, в 1917 году, как кто считает, они остаются важными, актуальными и, в каком-то смысле, тревожащими до сего момента. Так вопрос, когда мы начинаем вот эту современность? В российской историографической традиции новое время привычно начинать в 1801 году. Тут, конечно, сказывается с рода магия чисел. То есть, 1801 год – начало XIX века, и вот начало и новой эпохи. Но здесь, конечно, есть и другое обстоятельство. Вот если применительно к событиям мировой истории можно спорить, новое время – это вот с великих географических открытий, то есть конец XV века. Или, может быть, там с английской революцией, как это традиционно дело с советской марксистской историографией. То тут как будто бы все просто и понятно. Речь идет о событиях «Ночь с 11 на 12 марта 1801 года», когда был убит Павел I. Мы таким образом знаем даже не только, когда это произойдет, мы знаем, где это произойдет. То есть речь идет, естественно, о Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Почему? Почему события гинастической истории, которые, по большому счету, было довольно-таки много в течение XVIII века, мы выделяем как особый век. Очевидно, это связано не просто с цареубийством. Очевидно, это связано с теми какими-то важными подвижками, которые происходят в российской истории в конце XVIII столетия. Ну, проще говоря, царство Екатерины Великой. Тогда, когда, в том числе дворянство, города получают жалованные грамоты. Напомню вам, что это происходит в 1785 году. Дворянство получает невиданные прежде привилегии. Подтверждается право не служить, что было даровано еще в 1762 году Петром III. Дворяне получают право на сословную самоорганизацию, дворянские собрания. Дворяне получают право на ряд монополий, на монопольное владение землей крепостными душами. Но, что еще очень важно, дворянство получает право не наказываться телесно. Оно не подвергается телесным наказаниям. Замечательный российский историк Натан Яковлевич Эдельман в свое время сказал, на мой взгляд, довольно точно, что благодаря этой мере в России вырастает первое непоротое поколение. Вот поколение уже из XIX века, той очень малочисленной, но тем не очень важной для российской истории столичной аристократии, уже вырастает иначе, чем это было прежде, в веке XVIII. За этим стоит формирование сословной организации. Сословия в таком вот привычном европейском смысле возникают в огромной степени усилиями правительства XVIII столетия. Возникает то, что можно назвать обществом, не в социологическом отношении. В социологическом отношении общество существует так или иначе всегда. В политологическом. Общество, которое само себя рефлексирует как таковое. Общество, которое себя воспринимает не просто как часть большой государственной машины. И общество, которое со временем вступает в конфликт с властью. Уже в XIX веке. Вот эта проблема власти, общество – это характерная черта именно русского XIX века. И не случайно поэтому Александр I, когда начнет править, скажет о том, что будет следовать путем проторенном своей возлюбленной бабке, то есть Екатерины Великой. Что вот этот курс будет продолжен. Это будет и правда, и отчасти нет. Отчасти нет, потому что все равно XIX век многое выносит новое. В ближайшем окружении Александра Граф Строганов, член Негласного комитета, один из тех, кто участвовал в событиях во Франции 1789 года, в революционных событиях во Франции, кто участвовал в том числе в штурме Бастилии. Его учитель Александра I, Лагарб, один из активных участников революционных, по сути дела, событий в родной Швейцарии. И они постоянно находятся в контакте с государем. И не случайно поэтому в записках Негласного комитета в начале XIX века постоянно рассуждаются о нации, о конституции. То есть речь идет о воспроизводстве риторики и проблематики, характерной для французской революции, для революционного общества уже конца XVIII века. Вот здесь, мне кажется, надо иметь в виду и другую отправную точку, и, наверное, общую мирового характера европейской истории XIX века, как события революционной Франции конца XVIII века. И в этом смысле длинный XIX век. Он начинается и в 801 году в том числе. Но в первую очередь, наверное, все-таки это событие 1789 года. Дело в том, что здесь эти события нам интересны с разных сторон. Во-первых, само по себе важно, что происходит то, что мы можем воспринять как революцию, являющую тектоническим сдвигом для европейской цивилизации того времени. Ведь сама постановка вопроса о том, что есть старый порядок, что есть феодализм, что есть абсолютизм – это как раз то, что приходит в европейскую мысль вместе с французской революцией. Обращаю ваше внимание, прежде таких понятий и терминов не было. И, в общем, оно естественно и логично, потому что вам надо переосмыслить то, что вам прежде казалось незыблемым, а теперь это уже ставится под сомнение. Я бы сформулировал так. Благодаря революции, французской революции, в европейское сознание входит представление о прерывистости исторического времени. Оно может меняться, и нет устойчивости ни в каком измерении. Сегодня у вас есть один порядок, который завтра может оказаться старым. И в этом смысле революция является очень важным фактором политических подвижек. Но это с одной стороны. Есть другое измерение, которое я бы обратил внимание, но мне в каком-то смысле оно даже кажется более важным и значимым. Дело в том, что революция ставит под сомнение, прежде незыблемый просвещенческий идеал. Мы прекрасно помним с вами, как тесно переписывались и дружили представители абсолютистских монархий, Екатерина II, Фридрих Великий, Иосиф II, с представителями европейского интеллектуализма, с Вальтером, с Дедро, с Руссо. Они были, представители просвещения, были частью европейской интеллектуальной элиты, формировавшей повестку тогдашней абсолютистской Европы, абсолютистских монархий. И вот оказалось, что просвещенческий идеал, такой вроде бы замечательный, говорящий об универсальности истины, об универсальности разума, представление о возможности достижения идеала в правовой, политической сфере, он имеет своей оборотной стороной политический террор, деятельность гильотины. Как такое может быть? Вот сама по себе невозможность такого совмещения привычного идеала с его воплощением вынуждала искать какие-то иные, альтернативные, объяснительные конструкции, которые будут говорить, что такое Европа, что такое мир после французской революции. Важнейшее из них – это то, что можно назвать культура, философия романтизма. Обычно в российской школе, когда заходит речь о романтизме, вполне закономерно вспоминается курс литературы. Речь идет о поэзии Лермонтова, о ранней лирике и драматургии Пушкина. Это все замечательно. Поэмы Пушкина. Но дело в том, что это лишь часть большого явления, потому что романтизм к этому не сводится. Романтизм был и правовой, и политический. И мы праве говорить о романтизме как о каком мегакультурном явлении, которое обнимает самые разные сферы, включая и сферы историографии в том числе. Все-таки как-никак у нас с вами международная историческая школа. Обращаю ваше внимание. История как наука в известной мере складывается в условиях романтизма, европейского романтизма 19-го столетия. Когда надо искать объяснение того, что было, и одновременно понимать некую эстетическую ценность, происходившего прежде. Дело в том, что в известной мере 19-го века описывает и создает ту историю, которую нужно было формировать практически на пустом месте. У нас есть набор, ряд представлений о российской истории средних веков, которые восходят именно к 19-му веку. Мы должны прекрасно представлять с вами, что, скажем, институт земских соборов был в известной мере придуман Константином Аксаковым. В источниках будут только эти соборы, а не земские соборы. Ярослав Мудрый стоит мудрым в 19-м веке в историографе. Ну, скажем, бывают и более поздние, более ранние историографические налеты, которые тоже сказываются на нашем представлении о тех или иных персонажах. Но важно то, что мы с вами имеем дело с описанием прошлого, которое в известной мере складывается именно тогда, благодаря историографии 19-го столетия. В 19-м столетии в рамках романтической традиции идет поиск национальности, нации, и поэтому и нациостроительства. Вот придумка того, что такое общегерманская нация, общенемецкая нация, о чем думали братья Гримм и почему они составляли словарь немецкого языка. Или же искали возможность собрать немецкий фольклор, который мы прекрасно знаем, именно для обоснования того, что такое общая Германия. И ровно тем же самым занимались, скажем, Афанасьев в России, собирая русские былины. Или да, составляя словарь живого великорусского языка. Это общая проблема формирования национального облика, национальной идентичности пока на уровне теории и концепции, чем был в высшей степени озабочен 19-й век. И 19-й век в этом смысле еще не вполне завершен, потому что одно дело сформировать некую концепцию, а другое дело, как эту концепцию воплотить в жизнь. Потому что для этого необходима система всеобщего начального образования, для этого необходим воинский призыв, для этого необходимо политическое участие. Все это придет впоследствии позже. Но вот важный шаг в возвест мире делается как раз в условиях эпохи романтизма. Вторая четверть 19-го века по преимуществу. И в этом смысле процессы в России, они будут идти синхронно тому, что будет иметь место во многих прочих европейских странах. Порой мы с студентами обсуждаем замечательный, на мой взгляд, текст Николая Михайловича Крамзина, замечательного российского историка и писателя, и публициста, записка о Древней Новой России, где он рассуждает о политическом строе, о политических реформах и о будущности страны. Казалось бы, апология самодержавия, казалось бы, представление о незыблемости самодержавия и крепостного права. Но вместе с тем, если разобраться в самой логике мышления автора, то мы видим, что это огромный интеллектуальный прорыв. Он говорит то, что в XVIII веке было немыслимым. Говорит о том, что крепостное право – зло, но отменять его еще больше зло, это то, что, скажем, для Екатерины Виикой было совершенно неприемлемо. Говорить о том, что есть английский путь, и он замечательный, но есть российский политический путь, и он не менее замечательный, тоже для XVIII века это была бы через чур смелая и неочевидная мысль. То есть XIX век на самом по своем пороге разворачивает представление о происходящем. И, на мой взгляд, это, в общем, его большое достижение. Теперь, вместе с тем, происходит и крушение привычных представлений о цельности бытия. Я напомню вам, что все-таки философия просвещения исходит из того, что есть универсальные идеи и принципы. Вот если есть хорошие законы, которые придумали условно во Франции, то ровно с тем же успехом их можно, ну, с некоторыми поправками, конечно, на территорию, на условия климатические, реализовать. В России, в Китае, в Японии, в Италии, везде. Вот сейчас этот взгляд ломается. А в связи с этим возникает проблема. А может быть, есть альтернативы, нет абсолютной истины и абсолютной лжи. Есть возможность по-разному взглянуть на различные политические практики. Я напомню вам, может быть, этот текст вам более-менее знаком. Есть замечательная драма Дениса Ивановича Фанвизина «Недоросы». Я обычно, студенты, этот текст хорошо помнят. Либо читали его, либо по театральным постановкам. И я их спрашиваю, а за какими персонажами следить интереснее? За положительными или отрицательными? И если студенты помнят, они говорят, конечно, за отрицательными. И понятно, почему. Потому что у них есть свое лицо, своя индивидуальность. А у положительных едва ли. Если мы возьмем с вами два монолога, условно там «Правдина» и «Стародума», двух, безусловно, положительных персонажей, и не знаем, в каком контексте эти слова были сказаны, мы и не поймем, кто что говорил. И это понятно. Потому что в рамках представления 18 века, в рамках представления классицизма, истина одна. И если вы представляете истину, вы не можете говорить по-разному. А ложь, она разнообразна. Ложь, она индивидуальна. И поэтому обладает некоторой своей собственным лицом. Поэтому, скажем, семейство скотининых при всех их порохах есть у каждого своя собственная физиономия. А у вас положительных персонажей намного в этом смысле сложнее. Вот 19 век заметно усложняет эту проблематику. Вот такой, казалось бы, элементарной простоты для него уже не будет характерной свойственной. Но это означает поиски разных истин. У вас истина уже не одна, у вас происходит раскол этих представлений. И отсюда у нас складывается в том числе и то, что привычно называть идеологией. Да, конечно, у больших европейских идеологий либерализм, социализм, консерватизм есть собственные истоки. Они отнюдь не сводятся к тому, что происходит в конце 18-го, начале 19-го века. И мы вправе с вами тянуть либеральные идеи вплоть с конца 17-го века, социалистические идеи вплоть в середину 18-го века. Но, тем не менее, как действительно определенное поле, где можно столкнуться различным взглядом, которые претендуют на то, чтобы стать истиной, но которые не имеют на это шанса, потому что у них есть жесткие конкуренты, это какая-то ситуация начала 19-го века. А вот теперь давайте подумаем и спросим себе, а в какой степени вот тот либерализм, тот консерватизм, те социалистические учения, которых мы застаем в начале 19-го века, соответствуют современным представлениям об этих явлениях. И мы видим колоссальную разницу, тот огромный путь, который проделывают европейские идеологии. Значит ли это, что они изменились до неузнавания? Нет, конечно. Осталось так называемое инвариантное ядро, которое не меняется. Но это значит и другое. Это значит, что на протяжении этого времени заметно менялась повестка. Они вынуждены были принаравиваться, а мы привыкли говорить об этом. Мы привыкли использовать эти клише. Вот есть либералы, есть консерваторы, есть социалисты. Большой вопрос, в какой степени они уже либералы, в какой степени они уже социалисты или консерваторы, но у нас есть устойчивые представления, устойчивые штампы, которые заставляют нас об этом говорить. Проще говоря, на мой взгляд, если мы с вами разберемся в самой постановке вопроса, убедимся, что весь тот язык, которым мы с вами пользуемся. Он родом из XIX века. Мы с вами, когда говорим о общественных науках, о социологии, политических науках, мы пользуемся с вами наработками авторов преимущественно XIX столетия. Когда мы рассуждаем с вами о государстве, власти, экономике, мы говорим с вами на категориях, опять же, XIX века. И в этом смысле XIX век еще не завершился. Теперь вопрос. А когда он завершится? Сможем ли мы это распознать? Один, я думаю, что хорошо известный вам китайский государственный деятель Джон Лай, когда его спросили о французской революции, произнес слова, которые, в общем, в известной мели были хрестоматинные. он сказал, что такое французская революция, еще рано судить. Эти слова были сказаны за десятилетия до празднования очередного юбилея французской революции в 1989 году, но, очевидно, в преддверии столь важного события. То есть, проще говоря, а настало ли время судить, что такое французская революция. Мне кажется, еще не вполне. Не вполне по той простой причине, что мы еще находимся в системе представлений 19 века. Он описал прошлое, это традиция истории описания, он дал нам проект настоящего, это представление о техническом прогрессе, представление об общественных науках, представление о том, как развивается общество сейчас, и он дал проект на будущее, речь идет о больших европейских идеологиях, и мы привыкли описывать государство, власть, партии, так, как их описывают в 19 веке. Наше представление о демократическом устройстве восходит переосмысленным формулам 19 века. Наше представление о том, что как работает государство и власть восходит опять же к тому, что с вами описано было в 19 веке. Вот тогда, когда мы почувствуем с вами, что этот язык уже устарел и он уже не работает, мы можем сказать, да, тогда 19 век для нас завершился. Но полагаю, что это не так. Полагаю, что сама по себе эта проблематика она еще жива. Не факт, что мы с вами сможем точно сказать, вот то, что происходит явление, они находят еще должное описание. вполне возможно бывает и так, что явление уже умерло, а описание его осталось. Но, тем не менее, мне кажется, что все-таки пока жив язык, на котором мы с вами говорим, я имею в виду политический, научный язык, когда пока жива та литература, от которой мы с вами отталкиваемся, и она для нас актуальна, полагаю, что XIX век еще будет жить, и в общем, в известной мере он так и не закончится. По крайней мере, современность говорит скорее об этом. То есть, иными словами, говоря о XIX веке, мы все равно с вами говорим о современности, которая в известной мере еще не вполне изучена и исследована. Коллеги, я специально заканчиваю несколько раньше, надеюсь, на ваши вопросы. Уважаемый Кирилл Андреевич, большое спасибо вам за такой замечательный обзор XIX столетия, который не закончился. Я бы хотел заострить внимание только на одном из аспектов, о котором вы говорили. Вы упомянули, что в рамках собственно романтического, в рамках романтизма как большого культурного явления рождаются разные, в том числе идеологии и рождается представление о нации. О нации и о должном национальном государстве, да, который, и проект, которого пытаются реализовать европейские государства в конце XIX, ну и, собственно, в конце календарного XIX века и уже в XX календарном веке. Мой вопрос такой, как с этой идеей национальности и национального государства, по вашему мнению, соотносилась Российская империя в конце XIX, начале XX столетия? Насколько рецепция этого понятия была продуктивной и могла ли она воплотиться в конкретных политических формах? Спасибо. Большое. Во-первых, здесь надо иметь в виду, что процесс вот этого национального строительства, он многоэтапный. О чем, собственно, я говорю в том числе, ну так, естественно, вкратце. Важный этап, этап интеллектуальный. Здесь огромный вклад в этот процесс делается как, в общем, вполне это не странно, это естественно, царствование Николая I, то есть вот вторая четверть XIX века. И вот то, что обычно у российского школьника ассоциируется с словосочетанием теории официальной народности, а вполне понятно, что это словосочетание заметно более позднее, при варве так никто, естественно, не говорил, это пыпинское выражение, но неважно, то это как раз именно тот интеллектуальный этап, когда надо было сформулировать не только то, что такое российская русская народность, но и как это преподавать в учебных заведениях, и не случайно, что это уваровская формула, то есть формула министра народного посвящения. Составной частью этого проекта было появление учебника, по сути дела, единого устриаловского учебника, в котором как раз было впервые заявлено, идея три единые нации. То есть формируется определенная концепция, и эта концепция должна воплощаться в системе образования. Проблема в том, что эта система образования элитарная, отнюдь не для всех, и поэтому получить широкое распространение никак не может. И вот проблема, у вас концепции есть, а механизмы трансляции эти концепции довольно-таки ограничены. Да, замечательно, что в 1874 года всеобщий призыв в армию, и это уже есть некоторая механика, но обращаю ваше внимание, что всеобщее начальное образование не как идея, а как уже воплощение получит свое отражение в законодательстве только накануне Первой мировой войны. А это значит, что такой важный инструмент национального строительства, как формирование общей общности взглядов на собственную историю, на собственный язык, на собственные традиции, получит развитие, по сути дела, не получит развитие в Российской Инститии. Поэтому можно говорить о том, что этот процесс национального строительства, он будет пресечен и по большому счету не реализован в полной мировой. По мнению современного, на мой взгляд, ведущего специалиста по этому вопросу, я имею в виду Алексея Ильича Миллера, у этого процесса были определенные успехи. В качестве успехов он отмечает то, что в течение начала XX века и потом в общем-то к середине XX века Сибирь вошла в органическую часть и стала так восприниматься. Потому что начало XX века это вполне очевидный факт. Примерно то же самое он говорит о том, что можно говорить о некоторых территориях современного Северного Кавказа, скажем, Краснодарского края. Но очевидно, что когда это все не то что задумывалось, а пока ощущалось представителями российской элиты, планы были куда более существенными. И в этом смысле этот проект завершения не получил. потому что очень важно иметь в виду, что традиционное деление на национальные государства и империи применительно XIX века не слишком функционально. Потому что ровно так, как в империях шел поиск национальной идентичности, равно как он и шел и в тех образованиях, которые привычно называть национальными государствами. Ровно при этом надо иметь в виду еще проблему, что эти национальные государства должны были сложиться как национальные государства. Если мы посмотрим с вами на лингвистическую карту Франции середина XIX века, то проблема была налицо. Когда в армию в эпоху Наполеона III призывают солдат, и они не понимают приказов. Потому что приказы говорятся на французском парижском наречии, а далеко не все французы на нем говорят в такой степени, чтобы понимать приказы начальства. Замечательный французский историк Фернан Бродель полагал, что процесс складывания единой французской нации начинается только в 60-е годы XIX века. И он это связывал с формированием единой инфраструктуры и главной проблемой видел колоссальные пространства французского государства. Когда мы это с вами имеем дело применительно к российским пространствам, тут возникает много очевидных вопросов. А завершение этого процесса он видел уже со второй половины XX века в огромной степени связывает систему уже средств массовой информации. То есть этот процесс даже в том случае, когда он безусловно успешен, он во-первых долгий, а в-вторых завершился сравнительно недавно. А как быть скажем с процессом национально-индетичности? В Испании, в Италии тут возникает много дополнительных проблем, которые очевидно не вполне решены. То есть в каком-то смысле любой европейское государство было империей, которая искала свою национально-индетичность и равно как империи пытались как-то сложить все вместе, все это разнообразие успешно или чаще всего не очень. Но, по крайней мере, применительно красиво видим незавершенность этого процесса. Ответил на этот вопрос? Так, коллеги, еще вопросы с удовольствием на них отвечу. Есть еще вопрос? Пожалуйста. Большое спасибо. Мой вопрос будет, наверное, не совсем по теме лекции и может быть даже такой дискуссионный. Я его все-таки задам. Скажите, а современную российскую государственность, начиная где-то с 91-го или 93-го года, можно считать в некотором роде перевоплощением российской государственности именно 19-го века? Если мы перепрыгнем через советский период? А если вы поясните вашу мысль, я пойму, с чем дискутирую. Но если мы берем функционирование государственных институтов конкретных, в какой-то степени даже идеологическое понимание государства современного, какие-то институциональные вещи, в первую очередь это касается политической структуры, хотя, конечно, президентство это не монархия, близко не монархия, и, скажем, такая общая российская идеология, поиски национальной идентичности именно в идеологии. Спасибо. Спасибо большое. Давайте попробуем отвечать. Хотя, конечно, любое сближение, оно всегда вызывает большие вопросы. Как известно, любая аналогия хромает. Когда мы сравниваем Россию 19-го, начало 20-го века и Россию современную, то возникает проблема еще больше, потому что, как вы понимаете, нельзя перепрыгнуть в советский период, мы его не перепрыгнули, мы его пережили, а это значит, что те институты, которые даже сохранились, они прошли очень такую тяжелую мучительную трансформацию, а по большей части не сохранились. Вот смотрите, если мы возьмем с вами современную российскую конституцию 1993-го года и конституцию, и акт условно неконституционный, но фактически игравший такое значение, основные государственные законы 1906-го года. Два документа из разных эпох. Мы увидим с вами многие структурные совпадения. Разумеется, в одном случае речь идет о государе-императоре, а в другом случае о президенте. Но, правда, в одном случае речь идет о Государственной Думе, и в другом случае речь идет о Государственной Думе. Но таких совпадений не так много, а совпадений другого порядка. Сама модель власти во многом напоминает одна другую. С точки зрения представления о том, какого места президента, правительства, как они соотносятся друг с другом, какая ответственность правительства перед представителем учреждения. Ну, не будем с вами вдаваться в детали. Теперь вопрос. Значит ли это, что политическая система, которая была в 1906-1917 году, такая же, как с 1993 года? Благодарю, нет, не такая же. Почему? Потому что одно дело, как вы это опишите, а другое дело, какие социальные реалии за этим есть. За этим стоят. Потому что, обращаю ваше внимание, в 1906 году в России была сложно организованная система самоуправления городского, земского, за которым стояли вполне реальные интересы, вполне реальные социальные группы. И, начиная с 1907 года, то есть с начала работы Третьей Государственной Думы, в ней заседают в огромной степени представители земств и городов. И они занимают очень жесткую позицию в отношении действующей власти. Вот, казалось бы, с точки зрения обычных таких представлений, вот есть фракции, которые прошли в Думу в огромной степени с благословлением властей. как, скажем, союз 17 октября, они отнюдь не склонны к тому, чтобы в полной мере соглашаться с представителем правительства. Напротив, они в жестком конфликте, при всем при том, что готовы во многих случаях договариваться. Потом, за государственным, скажем, советом, стоит постоянный совет объединенного дворянства, дворянские общества. И у них тоже свой взгляд на многое. У них есть имущественные интересы, разумеется. У них есть общесословная солидарность. У них, помимо всего прочего, есть и свой политический взгляд. И они тоже готовы торговаться с властью, но отступать до бесконечности они никак не могут. То есть, вот есть это напряжение социального материала, который дает совершенно новое описание политической системы. То есть, одно дело, что у вас написано в законах, а другое дело, как это работает, потому что у вас работают не институты, а живые люди с определенным взглядом, системой ценностей, представлением о том, что имеет право сделать государство, что не имеет право сделать государство. Когда в 1906 году начали действовать военно-полевые суды, то по их решениям было в итоге казнено приблизительно 680, 690 человек. по решениям вообще всей военной юстиции за 5 лет речь идет о цифрах в пределах 2700 человек. Когда я называю эти цифры студентов, говорят, как мало и смешно. Проблема в чем? Что люди не знали, что будет потом. Они не знали, что их ждет в 20 веке. Они знали, что было в веке 19. Когда мы берем именно официально казненных по решению суда за весь 19 век в России было казнено меньше тысяч человек. Но повторяю, опять-таки, только по решению официального суда. Тут мы не будем с вами ситуацию смягчать, рисовать ее в розовых красках, совершенно не нужно. Но важно другое. У них нет представления о том, с каким государством они столкнутся в ближайшее время. У них есть представление о том, с каким они сталкивались раньше. Вот этот материал человеческий создает определенную систему отношений, которая была одной в начале 20-го и которая оказывается радикально другой уже в конце 20-го года. Вот поэтому сближения вполне возможны, институциональные совпадения несомненно будут, но при этом есть вот то колоссальное культурное различие, которое мы изъять никак не можем. Я ответил на ваши вопросы? Спасибо, Кирилл Андреевич. Вопросы будут еще в аудитории? Есть еще вопросы у нас? Пожалуйста. Добрый день. Я немножко продолжу вопрос, который задал предыдущий студент. В своем ответе вы упомянули про социальные реальности. И как бы приведу вам такое описание 21-го века России и России 19-го века и хотелось бы узнать ваше мнение о данном описании. Уберем все технологические новинки, уберем все технологические реальности и окунемся в Россию 21-го века, где предполагает идея веры в единого царя, единая духовная скрепа, где чиновник чиновники и чиновников погоняет, где также присутствуют дороги и дураки. И тоже самое характеристик присутствует и Россия 19-го века, где царило спокойствие, где в России невозможно быть революцией только в Европе. И в связи с этим хотелось бы узнать, какое мнение по данному вопросу именно ваше мнение. Спасибо. Спасибо большое. Опять же, тут можно ответить приблизительно так, как я говорил чуть раньше, потому что нам порой кажется, вот все, как сейчас, так и было раньше, и ничего не меняется. меняется. Взгляд со стороны может слишком много обобщать, а когда вы следите за эволюцией системы день за днем, вы видите те коренные преобразования, которые происходят. Что я имею в виду? Вот вы сказали, чиновников бесконечно много. В России был такой взгляд, да, и мы помним с вами там про, скажем, Геллеровского о тьме власти в России. Но проблема в чем? Что на практике страна страдала от недоуправляемости, которая объяснялась в том числе и тем, что количество бюрократии в России даже в начале 20 века радикально отличалось в меньшинстве сторон, чем количество бюрократии во Франции и даже в самой наименее бюрократизированной Англии. То есть ощущение было, что чиновников много, а на самом деле их было катастрофически мало. А почему? А потому что их было много в отдельно взятых местах. И то, если там сравнивать столицу, Петербург с Парижем, с Лондоном тоже не будет такого драматического отличия. Скорее, в Петербурге чиновничество тоже будет отставать в численности. Тем не менее, в определенных местах густо, а в определенных местах пусто. Обращаю ваше внимание, что административная система в России была недостроена. По сути дела, она заканчивалась на губернаторских канцеляриях. А дальше начинались полицейские институты, которые, естественно, управленческими функциями не занимались. И приходилось перекладывать огромную ответственность на органы сословного самоуправления. Что, в общем-то, конечно, не соответствует представлению о бюрократическом государстве. Потом, власть единого целя. Да, такой, безусловно, миф, не только миф, а очень важный институт, несомненно, являющийся центром управления в Российской империи был. Но я могу, я часто и об этом говорил, и выступал, и писал много об этом. Проблема в том, а какими возможностями, полномочиями, в действительности обладал император в той системе отношений. Они были, я не хочу об этом говорить сейчас, но просто заявляю об этом как факт. Можете об этом поспорить, спросить, как вам сборосуются. Но в действительности эти полномочия были предельно ограничены его физическими и, главное, техническими возможностями. Просто элементарный пример. Я спрашиваю иногда студентов, как вы думаете, сколько губернатор подписывал в год бумаг? Они говорят, тысячи. им кажется, тысячи это очень много. Ну, пять тысяч. Это кажется, запредельно много. А на самом деле мы довольно точно знаем, что российский губернатор в начале 20 века подписывал 100 тысяч бумаг в год. То есть приблизительно 330 бумаг в день. Вопрос. Он их читал? Мы знаем с вами, многие признавались откровенно, что они не контролировали тот поток бумаг, который вынуждены были подписывать. товарищ министр внутренних дел Сергей Дмитриевич Урусов говорил о том, что поначалу он решил читать те бумаги, которые подписывают, но потом бросил это занятие, понял всю честность. Иногда некоторые документы просматривал ради интереса, не более того. То есть огромный, то есть вот вопрос, одно дело образ этого царя, а другое дело, что происходит на практике. Вот это очень важный разрыв между практикой и описанием этой реальности, которая есть в идеологической сфере прежде всего. Да, конечно, мы с вами представляем, что в течение 19 века была такая устойчивая мысль, в России революции быть не может. Но, как мы с вами знаем, в России революции быть могут. И, собственно, обстоятельства с начала 20 века это с очевидностью продемонстрировано. Я надеюсь, что у вас вопрос ответит. Спасибо. Мы благодарим вас за выступление, за увлекательную лекцию, благодарим, что вы возможность выявили в своем графике присутствовать у нас. Если вопросов нет, то еще раз спасибо, поблагодарим нашего лектора. Спасибо.